ну что друзья мы находимся около развлекательного комплекса ахо уже не первый делаем обзор и объясню почему делом этих обзоров много ахо это как бы раз центр развития ребенка и тут разного рода экспозиции эти экспозиции они постоянно меняются поэтому мы сюда приезжаем ну порядка пятый раз уже и каждый раз это была новая экспозиция мы не заранее не изучаем что конкретно мы увидим но ни разу не было так что мы приехали экспозиция была неинтересной то есть всегда тут есть чем заняться и поэтому сейчас мы в очередной в пятый раз уже посещаем аху и посмотрим что увидим мы сегодня как обычно здесь на входе вот такое авто которое предлагает вам поднять вот тимурка сейчас своим весом попытается поднять машину помогаем ален то есть один известный философ говорил дайте мне рычаг и я переверну землю и здесь эта штука и подтверждается вот машина а вот рычаг ну переворачивайте землю давай мне давай так сейчас два ребенка будут переворачивать вот эту машину машина кстати новенькая не бутафорная давайте вот вот еще чуть-чуть но ну что-то подняли конечно не получилось что на и пачкой ладно пошлите в научный центр аха выясним почему у вас не получилось заодно посмотрим что-то выдаются вам такие интересные штучки на руку и у них же есть кодик работает что интересно что этот билет мало кто знает но он действует на сутки то есть если вы с детьми захотели покушать где-то в другом месте или посетить что-то другое то вы просто отсюда уходите и это делается еще очень важный момент который мало кто знает здесь рядом находится аквапарк аура и если вы купили билет здесь то вы там получаете автоматом скидку 20 процентов и соответственно наоборот если вы взяли в аквапарке билет и приходите сюда тоже получаете скидку 20 процентов 40 евро 20 процентов довольно много но это должно происходить в течение суток то есть течение суток вы можете выходить заходить сколько угодно и в течение суток вы можете получить 20 процентов скидку по акции если вы идете одновременно и Это уже старая экспозиция, она мне очень нравится, то есть вы набираете тот набор еды, которую вы кушаете, и у каждого набора есть свои калории. И потом выясняется, сколько надо взрослому человеку иметь калорий, и сколько вы их получаете. И потом, соответственно, откуда у вас лишний вес. Что интересно, что пицца и чипсы самые высококалорийные продукты, 300 калорий. То есть вам хватит одной пиццы, одной пачки чипсов, пластические, чтобы получить половину дневного рациона в дольке. Это старые экспозиции, они такие разгонные. Что тут надо сделать? Ну, они для маленьких детей. Офигенная штука, это с зеркалами. Здесь прикольная фишка в том, что ты можешь увидеть, как пространство можно увеличить толщиной в 2 сантиметра. И если вы закинете своего ребенка в эту комнату, то он будет вам кричать, звать на помощь. А вы не сможете эту помощь оказать, и он всегда будет в видимой доступности от вас. Он почувствует себя вот в таких качествах на стимуляторе гораздо лучше, чем в жизни. Тоже старая экспозиция такая, заглюченная. Мы о ней подробно рассказывали. В видео приложим подсказках, в описании. Тоже прикольный стимулятор, это кровать, в которой там тысячи гвоздей. И она показывает, что если вы своим весом на один гвоздь распределитесь, у вас будут большие проблемы. Но если, как вот в этом случае, тысячи гвоздей, то никаких проблем, как видите, не возникает. Прикольно. Так, ложишься. Здесь куча гвоздей, реально очень устро. И такая кровать для массажа. Зачем ты положил телефон сюда? Ну как? Ну-ка давай, включай, выключай еще раз. Балденная комната с вот таким потолком. И он позволяет что? Ставя в одном месте, без усиливающей аппаратуры, рассказывать гиду об этих вещах интересных. Эти штуки, они практически всегда неизменны. И когда вы приедете, вы увидите здесь то же самое. Здесь есть модели, что можно делать с водой. И что такое вода? Здесь у нас флора и фауна немножечко идет. Здесь ночной режим сейчас такого подводного мира. Ну и собраны все колоралы, рыбки и прочее. Прочее. Так, ну за моей спиной, собственно, то, зачем мы сюда приехали. То есть нет смысла рассказывать о миллионах вещей, которые здесь есть. А мы приезжаем каждый раз на новую экспозицию. Итак, внимание, новая экспозиция. Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересная комната, это расчлененка. Здесь людей режут на 5-миллиметровые пятаки. Показывают в разрезе, как это выглядит. Посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, к сожалению, у нас не получится рассказать о выставке, потому что у меня большинство моей семьи, это очень маленькие дети, и для них эта выставка была шоком. То есть в начальной экспозиции было все неплохо, но когда мы увидели там расчленен органы человека, то это немножко подпортило нам отдых, и мы не готовы к этой выставке. Но благо здесь много других залов, и всегда есть чем заблечься. Просто, как еще раз расскажу, мы с вами приезжаем в пятый раз, и у нас здесь будет уже, в принципе, те экспозиции, к которым мы хорошо знакомы. Но это ничего страшного, потому что главная штука – это познание мира. То есть ребенку надо доступными способами рассказать об этом мире. Вот именно для этого приезжает ваха. А развлечение – это то, что ребенка здесь удерживает. То есть по нашему опыту, когда мы сюда заходим, мы заходим сюда, как правило, в 9-10 часов, и уезжаем отсюда примерно в 5 вечера. Я не знаю такого развлечения, которое могло бы моих держать детей более 5 часов. Дети, как правило, они устают, но здесь они не устают. И каждый раз развлекаясь, они познают этот мир в деталях, вот именно с научной точки зрения. Поэтому очень многие вещи им уже доступны, очень много они уже понимают, и, соответственно, в жизни им очень многое будет легче даваться. И в учебе, соответственно, и в практике. Поэтому ничего страшного нет в том, что экспозиция нам не пошла. Мы не зря потеряли средства, как бы, и время. И все равно найдемся, чем за дня. Ну и поприкалываемся, заодно покажем. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Дети могут делать свои небоскребы Посмотрите, например, здесь строительный стенд у нас, да? Подтягиваем Вот знаменитое творение Гауди И подсказка, откуда она была взята Сталактитовые пещеры На самом деле, сталактитовые пещеры Они очень похожи на то, что строил Гауди И если уж быть честным, они в шаговой доступности от него были И вполне возможно, что оттуда он и брал идеи Или возьмем, например, более известные вещи Вот в Сиднее для Олимпиады была приготовлена такая штучка Где они посмотрели ее? У ракушки Фактически, да, природа подсказывает нам идеи Мы строим Обратите внимание на дубайский небоскреб Не помню его название Но идея была посмотрена вот отсюда И то же самое, например, в Барселоне, если не ошибаюсь Не в Барселоне, а в Валенсии Здание архитектуры и искусства Она была подсмотрена из той же самой ракушки Вот представляете Я строитель 20-летним опытом работы И я об этом узнаю здесь и сейчас А мои дети узнают в своем возрасте В годовалом, например Или в 9-ти годовалом Как хорошо, что есть такие центры, не правда ли? И они могут, соответственно, брать прикольные стендики Здесь, например, сосна И можно наблюдать за отдельными видами птиц Прямо через бинокль Берем бинокль и наблюдаем за птицами Как хорошие ароматологи Есть еще офигенная фишка Здесь муравейник То есть здесь под камерами муравейник Муравьи получают здесь еду И организовывают свое пространство И как все это происходит И у них матка, маточник Афинитижон Здесь процесс гниения любых фруктов Как образуются обараши За какое количество времени Ну и эстонцы не в обиду Мы находимся в Эстонии Но в Эстонии можно найти кафе Который кормит невкусно Эти кафе очень много, если честно Но это не касается Аха Здесь Ваха Есть кафе На семью средний чек будет в районе 25 евро Может даже на 30 Но здесь настоящая итальянская паста Все действительно реально вкусные Даже бургеры здесь зачетные Сейчас покажем меню И с ориентировочными А, и блинчики даже, да? И за 4 евро Нет, блинчики все С чем блинчики? Ну, прочитай С помпеньем Помпень Вопеньем Вопеньем? Это варенье А, варенье написали вопенье, да? Да Так, Ника, не мишай Ну и пробежимся Сколько здесь что стоит Салат Цезарь 5,50 Кстати, как-то везде Супчик 3,5-4 А вот пасты стоят 6,50 Три вида они Бургеры 8,50 И 5 евро Чизбургер Ну и блинчики С попением 4 евро Да? Так, вот сколько раз мы и были в Ахе Все время Хорошее впечатление об этом ресторанчике Который здесь есть Они принесли сейчас пасту В этой пасте Лосось столько уже, сколько макаронов Ну и кармонара такая подливочка Просто зачетно А у Тимура Самая интересная подача Там газета такая Американская С листиком Разыскивается Тимур И такой настоящий Классический Американский бургер, да? С деревянным ящиком Чит Ну, Аленка уже все сточила У нее было Традиционное меню Такое, как у всех Сосиское бургер И здесь Моя миномата Достался Биштек Прикольно, да? Как я говорил Средний чек Здесь Примерно 25 евро Но это полка Это так и стоит Это реально вкусно Ну что же, друзья На этом наше Видео Подходит к концу Приезжайте в Ахе И наслаждайтесь Всякими Неожиданными вещами Которые здесь Просто Миллион Субтитры подогнал «Симон»